Мобильные отряды помощи продолжают свою работу. В этот раз они побывали в гостях у участника Великой Отечественной войны Ивана Денисовича Красненко. На фронт житель Малаховки ушел в 17 лет. Сейчас ему 95, и он старается вести активный образ жизни. Пиджак с многочисленными наградами фронтовик Иван Красненко надевает по большим праздникам – юбилей и День Победы. Не любит Иван Денисович рассказывать о войне. На фронт попал 17-летним юношей. Воевал пулеметчиком в Прибалтике и Польше. Была контузия. Ну а так, конечно, обошлось. Конечно, так и глуховатен, и немой так был. А потом немного восстановилось. Ну вот такая была история. Пару месяцев назад Ивану Денисовичу сделали операцию. Не давала покоя фронтовая рана ноги. Сейчас на улицу житель Малаховки выходит нечасто. И обо всем, что происходит в стране и городском округе, в основном узнает по телевидению. По телефону общается с внуками и правнуками. Теперь звонить можно будет чаще. Мы, ветераны войны, вручаем телефоны. Вы могли взять, позвонить. Здесь симка. Все это будет у вас бесплатно. Мы постараемся этот вопрос как-то курировать. Что вы могли позвонить, вам позвонить. Что вы всегда были в доступе. Телефон и сертификат на бесплатные звонки вручили в рамках проекта «Единой России» мобильные отряды помощи. Сегодняшние современные коммуникации позволяют быть на связи круглые сутки. Поэтому я попрошу и ветеранскую организацию Малаховки, и наших волонтеров более конкретно поработать с такими ветеранами, в частности с Иваном Денисовичем. Потому что понятно, что начиная от того, что надо в магазин сходить и что-то принести, и заканчивая тем, что надо что-то как-то приготовить. И понятно, Иван Денисович уже в таком возрасте, что мне сложно представить, как с этим он справляется. В настоящее время в округе проживает чуть больше ста участников Великой Отечественной войны. В ближайшее время волонтеры обойдут их всех, чтобы выяснить, в каких условиях они живут, в чем нуждаются, и помочь не только бесплатной мобильной связью. Григорий Ворованин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.